Привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать про окружение, в частности, тестовое окружение, что это вообще такое, зачем про них знать тестировщику, что тестировщик делает на каждом из этих окружений и так далее. Это видео будет одним из первых на канале, связанных с ICD-процессом. Про ICD-процесс я планирую записать отдельное видео, но в двух словах расскажу, что это непрерывная интеграция и непрерывная доставка, которые позволяют нам вносить в код наши постоянные изменения и в любой момент доставлять часть нашего рабочего продукта конечному пользователю, либо там нашему заказчику. И как раз-таки частью этого ICD-процесса является в том числе понимание концепции окружений, которые могут быть. Что такое окружение? Окружение — это, по сути, комплекс программных и аппаратных средств, которые позволяют нам запустить наше приложение, где-то его развернуть. Что значит развертывание? Это следующее определение — либо deployment, либо deploy. Это, по сути, развертывание нашего кода, запуск его, опять же, где-то там в отдельном окружении, например, на сервере, удаленном либо локальном. Локальным сервером может быть ваш компьютер, к примеру, удаленный, понятное дело, это какие-то облачные решения, к примеру, либо же просто какой-то физический сервер, где вы можете развернуть где-то там ваше приложение и с ним работать. Давайте поговорим про каждое этих окружений немного, и я расскажу, что конкретно тестировщик может о них делать, для чего они вообще существуют. Итак, первое окружение — это локальное окружение, понятное название, оно разворачивается где-то локально, то есть у вас на компьютере, к примеру. И обычно на этом окружении работают разработчики, которые проводят юнит-тестирование, либо компонентное тестирование отдельных методов, отдельных функций нашего приложения. Конкретно кода даже, я бы сказал. И иногда разработчики, не разработчики, иногда тестировщики тоже могут себе локально что-то разворачивать, если есть такой процесс внутри компании, и часть этого процесса является там тестирование функциональности конкретно у вас на компьютере без подключения там к интернету, то тогда вы тоже можете локально это сделать. Чаще всего для локального развертывания вашего приложения, для того, чтобы оно запустилось, используется там Docker, к примеру, специальный инструмент. У меня на канале нет видео про него, но можно, в принципе, в интернете без проблем найти статьи, либо базовые курсы, связанные с ним. И дальше вам не стоит уходить, потому что, на самом деле, тестировщику, особенно ручному, не нужно сильно погружаться в этот процесс. Когда вы приходите в компанию, есть инструкции, либо процедуры, связанные с тем, как вы локально можете развернуть это окружение и с ним работать. Если процедуры и инструкции нет, то тогда задавайте вопросы, вам без проблем об этом расскажут. Обычно это буквально несколько команд, которые позволяют вам сначала зайти, к примеру, в ваш удаленный репозиторий на GitHub. Напоминаю, это место, где хранится ваш код. Взять конкретно тот код, который вам нужен, склонировать его себе на компьютер, по сути скопировать, запустить Docker, ввести несколько команд, и у вас развернется ваше приложение, вы сможете с ним работать. Звучит просто, но иногда бывают сложности, но об этом обычно рассказывают либо на самих проектах, либо же в интернете, как обычный нормальный инженер. Например, вы сможете найти информацию, как их решать. Поэтому сильно я бы не советовал вам вдаваться в подробности, особенно если вы начинающий специалист. Окей, локальное окружение понятно. Чтобы на него зайти, вы просто вводите в адресную строку, когда вы его развернули, localhost, либо там 127.001, в зависимости от операционной системы, может иногда отличаться. Если порт какой-то занят, тоже может немножко отличаться, но в целом это так работает. Когда вы вводите эту в адресную строку, у вас условно, если есть фронт-энд, отображается обычная страница вашего ресурса, с которой вы можете работать, как с финальным вашим приложением. Плюс, если там бэк-энд, вы тоже можете проводить какие-то бэк-энд взаимодействия. Например, фронт-энд — это то, что вы видите на клиенте в вашем браузере. Это графическое представление, графический интерфейс, с которым вы можете взаимодействовать, когда вы открываете любую страницу в интернете. Бэк-энд — это бизнес-логика вашего приложения, в частности, это могут быть какие-то API-взаимодействия, интеграционные, которые происходят под капотом. Либо там связь с базой данных, работа с базой данных и так далее. Вы этого не видите глазами, но если вы нормальный тестировщик и умеете хотя бы делать тестирование серого ящика, то вы без проблем тоже разберетесь, как с этим работать. Окей. Далее у нас есть следующее окружение — это деф-окружение. Это, по сути, песочница для разработчиков, sandbox. Я думаю, те, кто играет в игры, знают, что такое песочница. Это целое место, где вы можете делать все, что угодно с вашим приложением, и, по сути, здесь уже тестируются какие-то рабочие функциональности теми же самыми разработчиками до того, например, как они передадут это в тестирование. Также, если у компании не хватает бюджета, то у вас могут и тестировщики работать на деф-окружении, тестировать его, потому что все-таки деф-окружение очень часто бывает, что это удаленное же окружение на удаленном сервере, и уже можно сказать, что вы тестируете не изолированно локально, но где-то уже в более-менее реальной среде. И здесь я неспроста написал ряд инструментов, которые позволяют вам произвести вот это развертывание, в частности, это Jenkins, но также гид вам нужен там, где хранится ваш код вашего приложения. Вам нужно подключение к базе данных, к серверу этой базы данных. А Jenkins позволяет вам просто автоматизировать этот процесс развертывания, чтобы вы не руками это все делали, а просто вбили необходимые параметры, необходимые данные, откуда вам нужно взять там доступ к BD, откуда вам нужно взять код, и нажали просто на кнопку Run Build, и у вас сформировался билд, это промежуточная версия вашего продукта, развернулась конкретно на том окружении, которое вам необходимо. Возможно, если мне хватит сил и времени, я запишу отдельное видео про настройку базового какого-нибудь пайплайна, даже не пайплайна, а просто процесса, как на Jenkins'е это можно делать, чтобы вы глазами это увидели и понимали, но возможно, не обещаю. Про гид у меня есть отдельный курс, можете смотреть, про базы данных тоже есть отдельный курс на канале, можете смотреть, как с ними работать, но про CICD что-то еще дополнительно потом допишу. И, в принципе, тестировщику нужно уметь работать этими инструментами, с Jenkins'ом там нет ничего сложного, потому что на практике вы просто приходите на проект, где уже все настроено, где есть все параметры, либо параметры, которые просто нужно будет поменять, но они уже там каким-то образом указаны, вам просто написать, например, сервер базы данных, на которые нужно подключиться, либо конкретно тот репозиторий, с которого вы хотите получить ваш код, и нажать на кнопку run. Все, то есть ничего сложного там нет, просто следить за тем, как у вас происходит сам этот развертывание, сборка вашего билда, чтобы не было проблем, читать логи, уметь того, что там сломалось, но там тоже обычно ничего сложного нет, если все нормально задокументировано, плюс там следить за тем, чтобы у вас не засорялся ваш Jenkins, не Jenkins, а сервер, и нужно периодически обновлять билды, и всякие вот такие вот вещи, если это автоматизация просто, и вы как ручной тестировщик, не автоматизатор, просто следить тоже за ходом того, как там собираются билды, и собираются тесты, и проводятся тесты, это тоже, по сути, просто за статусами вы следите и так далее. В общем, про Jenkins, может быть, что-то запишу потом. Окей, деф-окружение понятно, к нему можно подключиться уже как к обычному ресурсу, только добавив деф-приставку, то есть домен, еще дополнительно доменное имя, и тогда вы увидите то же самое, просто это уже будет работать где-то в сети интернет. Но как тестировщику нам, конечно, интересно работать с окружением QA, то есть это окружение, где мы проводим основное тестирование, то есть, по сути, к нам приходит билд, уже когда разработчики уверены в том, что мы можем передавать задачу на тестирование, они считают, что багов там нет, берут тестировщики ее в работу и разворачивают у себя на специальном окружении, на специальном стенде QA. Он называется QA-окружение, рабочий там код, который можно тестировать. Мы сразу проводим смоук, да, помните, дымное тестирование, сертифицируем наш билд, говорим, что все, мы можем с ним дальше работать. Далее у нас там Critical Pass идет, то есть это те функциональности, которые используются пользователям каждый день мы тестируем, позитивные какие-то тесты, негативные тесты, в зависимости от того, хватит ли вам на них время, но парочку точно нужно провести. Вот, в принципе, это самое основное, что там проводится. Конечно, можно углубляться в функциональные, не функциональные виды тестирования, но я не вижу большого смысла. То есть мы, по сути, тестируем те функциональности, которые к нам пришли и проводим функциональные тестирования. Окей, это проводится на QA-стенде. В зависимости от того, нужно вам несколько стендов, не нужно вам несколько стендов, вам их создадут. То есть, к примеру, если у вас несколько тестировщиков, у вас очень часто много задач, которые нужно протестировать, и один стенд занят периодически, то вам создадут второй, если, конечно, у компании хватает денег. Как можно это оптимизировать? Можно, к примеру, не тестировать функции изолированные. Кстати, функции изолированные тестировать не стоит в функциональности, а все-таки их тестировать вместе, чтобы они показывали какие-то интеграционные взаимодействия, мы в том числе смотрели на интеграционном уровне, как это работает, но в целом, да, такой подход лучше, когда у вас много функциональности, то есть мы ждем, когда накопится какая-то часть функциональности критическая, либо же у вас есть календарь, что там в понедельник, среду, пятницу, к примеру, мы делаем развертывание, тестируем наше приложение и собираем какой-то пул задач, который мы можем сделать, чтобы эти стенды у вас грамотно, рационально использовались и не просто так простаивали, либо наоборот, не просто так занимались кем-то. Как происходит коммуникация, связанная с работой с кейс, создается отдельный чат тестировщиков, и просто тестировщик пишет, что кейс-тенд занят, кейс-тенд свободен. Когда там другой видит, он может перейти и работать с ним, потому что нам не нужно, чтобы другой тестировщик во время вашего тестирования запускал новый процесс развертывания и перезатирал все данные, которые у вас там уже есть, и результаты вашего тестирования. Поэтому здесь нужно организовать правильно коммуникацию внутри компании, ну и поэтому разделяют иногда эти кейс-тенды. Переходим тоже по той же самой ссылке, вводим, открывается наше приложение, и мы с ним работаем, тестируем фронт-энд, бэк-энд, в зависимости, что нам надо. Если есть база данных конкретно под это окружение, то и базу данных подключаем, и работаем с ней. То есть здесь уже как организован ваш процесс, это уже, я думаю, вам будет более понятно внутри компании. Главное, чтобы вы сейчас разобрались с общей концепцией этих окружений. Кстати, окружение, environment, либо stand это еще называется, это все то же самое. Если вы слышите, то это речь идет про это. Плюс у вас есть еще своя тестовая среда, это тестовые инструменты, которые вы используете для тестирования. Это тоже входит в среду, только немножко другую. Окей, представим, что мы провели тестирование, все работает хорошо, и можем переводить наше приложение на следующий этап, на предрелизное состояние, на стейдж, на стабильную версию, на стабильный билд какой-то, на стабильное окружение. И здесь обычно проводятся уже регрессионные тестирования, то есть мы убедились, что все работает хорошо. Если все-таки не работало хорошо, значит обычный наш флоу, заводим баг-репорты, либо же, если у вас нет процедуры, когда вы на QA работаете, баг-репорты заводить, значит комментарии к багам, не к багам, а к функциональностям оставляете, к пользовательским историям, либо в личках как-то это все выясняете, либо в общих чатах, в общем, здесь уже как у вас все устроено. И тогда тоже фиксится, переводится на QA. Окей, возвращаемся к стейджу, опять меня унесло. То есть здесь мы проверили, что все работает хорошо, все баги были пофикшены критические, значит мы должны провести регрессионное тестирование. Помните, что это такое, да? Это тестирование, связанное с изменениями. То есть условно, когда у нас вводится какой-то новый код, будь то исправление дефекта, либо же новая функциональность, меняется наш код, мы должны убедиться, что она не влияет, и это изменение не влияет на весь остальной код и на какие-то функции, которые относятся к этому модулю, где были внесены изменения. Поэтому проводите регрессионное тестирование обычно перед самым релизом, за несколько дней. И как раз-таки вот на стейдже мы это и делаем. Проводим регрессионное тестирование, если все работает хорошо, то мы даем добро, и дальше уже выбираем, например, в продакшн идем, и уже это приложение могут использовать наши конечные пользователи, и мы можем релизиться. Иногда это регрессионное тестирование проводится и на QA стейдже, на QA стенде. То есть здесь уже как у вас устроено, но, конечно, лучше, чтобы у вас был отдельный стенд для этого. И неспроста это называется при-релизное, тоже, может быть, у вас называется при-релизное окружение, потому что оно максимально повторяет то, что происходит у вас на продакшене, чтобы вы могли убедиться, что все окей. Если вы все это игруете на продакшен, то никаких проблем у вас не будет. Также, так как это стабильный, билд, стабильное окружение, то мы сюда не можем вносить уже какие-то изменения кода, кроме как фиксов каких-то критических багов. То есть наступает такая фаза, как код фриз, и, к примеру, разработчики не могут писать, точнее, вливать на новые изменения, мерзжить их, если мы говорим на языке гита и работы с ветками. Они могут только работать на своих ветках, но не на той ветке, где у вас находится то приложение, которое вы в будущем хотите релизить. Очень часто, кстати, название вот этих вот всех стендов, оно связано с названиями отдельной ветки, на которой мы работаем. То есть разработчики могут писать код, не связанный уже с этой итерацией, конкретно с этим инкрементом, который мы хотим поставить конечному пользователю, но вносить новые изменения сюда он не может, разработчик, кроме как каких-то багов. То есть, условно, мы на стейдже проводим регрессию, находим критические баги, значит, заводим баг, это все фиксят, и, опять же, может пройти на QA, попасть на стейд, либо сразу попадает в стейд, в зависимости от того, есть у вас на это время или нет. Опять же, это все обговариваете внутри вашей компании. Окей, по регрессии понятно, на stage.test.com заходим, тоже работаем и тестируем. Окей, еще бывает UAD. UAD далеко не везде существует, как отдельное окружение, оно может быть как перед продакшеном, так и где-то отдельно от продакшена, ну, то есть, не входит как бы во что? В вот эту цепочку, то есть, оно может быть просто где-то быть за UAD и не влияет на конкретный там продакшен, а просто, точнее, за продакшеном не влияет на него, условно, а там отдельно могут проводить приемочные тестирования какие-то группы пользователей. К примеру, вы разрабатываете ПО для юристов, и есть какая-то рабочая группа из юристов, которая это может протестировать и сказать, да, окей, все, мы там все приемочные критерии закрыли, и приложение работает так, как мы и ожидаем, можем там релизить, либо это просто отдельно где-то еще тестироваться. Также UAD, к примеру, это бета-тестирование, когда, условно, у вас есть какая-то игра, к примеру, и перед релизом ее дают ограниченному количеству пользователей, там, нескольким тысячам, к примеру, они тестируют и говорят, что да, все ок, если все хорошо, значит, мы готовим наше приложение к продакшену, конкретно игру. Окей, UAD может быть, может не быть. Продакшен — это самое главное окружение, где конкретно работает наш конечный пользователь, то есть где мы запускаем приложение в in-life, можно так сказать. То есть здесь мы должны быть уверены на 100%, что все работает хорошо, все критические баги были пофикшены на предыдущих этапах, на предыдущих окружениях, и здесь уже работает наш пользователь. Что касается специфики тестирования на продакшене, то здесь мы не проводим все тестирование, это глупо, и это является плохой практикой, если вы повторяете весь процесс тестирования, значит, у вас что-то не так, то есть, условно, у вас продакшен может быть максимально отличный от стейджа, так быть не должно, и вы должны, например, убедиться, что напротив все работает, но это очень плохая практика. По-хорошему, это какие-то смоки минимальные, проверить, что все главные функциональности приложения работают, и выборочно проверить те функциональности, которые новые, пришли в ваше приложение, потому что нет смысла, и вообще опасно проводить тестировщицкие манипуляции на продакшене, в принципе, это будет плохая практика, но почему-то многие компании до сих пор считают, что на продакшене мы должны проводить весь цикл тестирования и работать с ним. Окей, то есть, вот такие вот у нас есть окружения, эту концепцию вам нужно знать, почему нужно, важно, так как придя на работу, вы, скорее всего, столкнетесь с этими окружениями, и, скорее всего, вам нужно будет понимать, что на каждом из них происходит. Если вы вдруг будете выстраивать процессы с нуля, вам тоже нужно будет рассказывать конкретно вашему менеджеру и команде, что работает на этих окружениях, почему вам нужно, к примеру, отдельное окружение и бюджет на это окружение, поэтому тоже запоминайте, чтобы вы не приходили на первое собрание с широко выпученными глазами, как это было у меня, где на курсе мне не рассказывали про эти окружения, когда я пришел и там, вот у нас стабильный билд, стейдж, код фриз, да, там QA, там работаешь на нем, на этом окружении, вот есть деф, есть локальное окружение, чтобы тоже вы не терялись, я надеюсь, что я рассказал вам подробно о том, что здесь может происходить, как это физически работает, практически работает, я не могу показать в текущих условиях, но я постараюсь записать какое-нибудь отдельное видео, немножко про само развертывание, наверное, как настроить минимально и посмотреть, как оно работает, и про сам CICD процесс, где именно, где я расскажу конкретно, где вот это вот развертывание в самом процессе находится, в этом пайплайне, конвейере нашего CICD. Надеюсь, что это видео было вам полезным, если да, то обязательно напишите об этом в комментариях, задавайте все вопросы, которые у вас появились в рамках этого видео, и напишите вообще, вам интересна тема CICD, записывать ли видео про это, возможно, даже упаковать это в какой-то небольшой мини-курс здесь на канале бесплатный, который может посмотреть там любой человек. И если вам было все непонятно, что я рассказал, конечно же, подписывайтесь на этот канал тоже, и начинайте смотреть видео с самого первого, потому что вам нужно сформировать общую картинку и понимание фундаментальных там основ тестирования, и в целом работы части инструментов и концепций, которые здесь есть, и на канале есть исчерпывающее видео на эту тему, по крайней мере, для новичков. Так что с удовольствием буду видеть вас в рядах подписчиков. Увидимся с вами на этом канале совсем скоро, но в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok